Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Традиционно в понедельник мы начинаем обзор новостей для рынка Форекс на предстоящие 5 торговых дней. Поговорим о наиболее интересных событиях, которые дадут нам возможность открытия выгодных позиций. Итак, новая торговая неделя обещает быть не менее интересной, чем предыдущая, так как каждый торговый день будет под влиянием важной макростатистики. В центре внимания могут оказаться практически все валютные пары. Ну а теперь более детально рассмотрим первый день недели. С воскресенья на понедельник стоит обратить внимание на релиз промышленного производства и розничных продаж Японии за май. По обеим показателям, судя по публикациям за прошлый месяц, наблюдается положительная динамика. Поэтому ожидание продолжения роста этих индексов со стороны участников рынка будет оказывать поддержку иене до момента публикации. Отметим, что в случае положительного фактического значения можно ожидать укрепления иены в рамках спекулятивной торговли. По нашему мнению, важная поддержка, которая сдерживает японскую валюту в паре с долларом США от дальнейшего укрепления, находится в районе 122.56. Во вторник неазиатской сессии запланирована публикация июньского индекса делового доверия от ANZ Новой Зеландии. Исходя из высокой степени важности данного показателя, можно ожидать рост волатильности новозеландским долларом. Кроме того, наблюдается новый этап снижения данной валюты, где не исключается достижение поддержки на уровне 0,6570 в среднесрочной перспективе. Соответственно, если индекс в очередной раз разочарует участников рынка, тогда новозеландец окажется под дополнительным давлением. Также во вторник стоит обратить внимание на публикацию окончательного значения ВВП Великобритании за первый квартал. Со стороны еврозоны станут известны индекс потребительских цен за июнь и уровень безработицы за май. Что касается фунта в паре с долларом США, то данная валютная пара достигла максимальных значений с декабря прошлого года в районе 1,5930. И если произойдет замедление темпов роста экономики Туманова Альбиона, то пара фунт-доллар попадет под распродажи. Евро, в свою очередь, может укрепиться на ожиданиях роста уровня инфляции еврозоны. На американской сессии вторника трейдеры будут следить за публикацией ВВП Канады за апрель. Негативная динамика темпов роста экономики за последние три месяца станет подспорьем для снижения канадского доллара. Поэтому публикация текущего значения хуже предыдущего и прогноза только создаст предпосылки для вхождения валютной пары в торговые рамки 1,2528 и 1,2393. В среду к наиболее важным событиям европейской американской сессии можно отнести публикацию данных по деловой активности PMI в промышленности еврозоны за июнь, в том числе в Великобритании и США. Отметим, что в целом показатели соответствующих стран за последние полугодия демонстрируют разностороннюю динамику. Поэтому существенное отклонение от прогнозируемых значений в положительную сторону может спровоцировать спрос на евро, фунт и доллар США. Более подробные торговые рекомендации ожидайте на сайте компании в разделе аналитики в день выхода новости. Также следует обратить внимание на американскую сессию четверга. Состоится релиз статистики занятых в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы США. В моменте публикации обеих новостей рекомендуем не открывать торговых позиций. Возрастет волатильность долларом США. Последний день недели не даст свободно вздохнуть трейдерам. На азиатской сессии статистическое бюро Австралии опубликует индекс розничных продаж за май. Прошлая публикация только усилила опасения участников рынка касательно потребительской активности населения. Поэтому продолжение негативной динамики показателя может создать давление на австралийский доллар. Напомним, что австралийца в паре с долларом США сдерживает надежная ценовая поддержка в районе 0,7664. На европейской сессии запланирован релиз данных по деловой активности PMI в сфере услуг Еврозоны и Великобритании. Поэтому при положительном фактическом значении не исключается укрепление евро и фунта. На этом у меня все. В целом ожидаем интересную и активную торговую неделю. До встречи через 5 торговых дней. Погрузитесь в мир финансовых новостей, подписывайтесь на канал в YouTube Forex Fibo Group TV и получите актуальную информацию о Forex от компании Fibo Group. ФИБО 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 Ваша финансовая группа поддержки. ФИБО 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 Ф Продолжение следует...